К концу года в аэропорту Геленджика откроется новый терминал. Его площадь будет в 10 раз больше действующего. Сейчас строители монтируют кровлю будущего комплекса. Она будет символизировать парящую над бухтой птицу. Анна Сорокина с подробностями. Как сложный пазл, кровлю нового терминала Геленджикского аэропорта собирает на земле. 12 тысяч стержней, 2,5 тысячи сфер в особом порядке крепятся друг к другу. Обратите внимание, что все элементы разного размера. И параметры этих размеров задавались при помощи методов численного моделирования. У каждого элемента свой уникальный номер, свое уникальное место в этой сложной конструкции. Эта часть кровли весит около 25 тонн. Когда все части соберутся воедино, их вес дойдет до 1000 тонн. Конструкция поднимается в течение нескольких часов. Это выполняется в связи с тем, что мы собираем ее достаточно тщательно. И более того, конструкция на высоте, необходимо ее закрепить, заболтить все связи, проверить моменты затяжек. Держать кровлю будут 9 внешних колонн и 4 внутренних. Каждая из них способна выдержать 8-бальное землетрясение. А технология сборки кровли позволяет конструкции плавно изгибаться. Уже сейчас становится заметна волнообразная форма крыши. Высотой терминал будет от 9,5 до 23 метров. И аэровокзальных комплексов, построенных по такой технологии, в России еще нет. Плавные линии кровли над прозрачным стеклом. Так итальянские дизайнеры изобразили полет птицы. Рядом с терминалом запланирована реконструкция подъездных путей и большая парковка. В здании организуют 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку. Новый терминал по площади будет в 10 раз больше нынешнего. Сейчас аэровокзал находится в небольшом здании и может обслуживать 140 человек в час. Новый терминал за час сможет принимать в 5 раз больше пассажиров. Уже результаты 2020 года показали, что практически 482 тысячи пассажиров мы обслуживали. Это полмиллиона пассажиров. Геленджик способен принимать еще больше. Новые компании в Геленджик идут. И, наверное, один из показателей того, что впервые мы сделали аэропорт Геленджик круглогодичным. Строительство нового терминала Геленджикского аэропорта планируют завершить в декабре этого года. Анна Сорокина, Валерий Пятов, Михаил Киртоки, Анна Некас, Вести, Краснодарский край.